Всем привет, дорогие друзья! С вами Макс. Сегодня будет очень важная и интересная тема по 3D-печати. Она заинтересует не только новичков в 3D-печати, но и профессионалов удивит. Мы расскажем, как настроить механику принтера, а именно ось Z выставить. Так как она есть в каждом принтере, независимо от кинематики, XY, HBOT или драгостол. Некоторые подумают, что это легко и просто, но это не так, и вы сегодня в этом убедитесь. Но прежде чем мы начнем настраивать нашу ось Z, мы должны быть уверены, что все узлы нашей механики настроены верно. Поэтому при покупке нового 3D-принтера рекомендую все перебрать. Так как китайцы могли собрать неправильно, могло в дороге что-то повредиться или там сдвинуться. И поэтому лучше это все пересобрать. Первым делом нужно проверить перпендикулярность, чтобы все наши профиля были друг другу перпендикулярны. Для этого можно использовать вот такой вот уголочек и вот такой вот цифровой угломер. Всем рекомендую его прикупить, так как он в мастерской просто незаменим. Особенно угломер полезен при выставлении оси X, так как уголочком здесь никак не доберешься, чтобы выставить 90 градусов. Представим, что мы все проверили, все у нас good. Верхний профиль 20 на 20 не прикручиваем, так как мы сейчас будем настраивать с вами наши каретки. Первым делом надеваем каретки на оба профиля. При этом центральный профиль по оси X ни в коем случае не прикручивайте сразу к кареткам. Это сделаем потом. Сначала одни каретки. На каждой каретке оси Z находятся два ролика. Два внешних и один внутренний с регулирующим шестигранником. Хочу заметить, что диаметр болта и отверстия нашей каретки немножко отличаются. И поэтому есть небольшой ход. Если вы просто закрутите наши ролики, то в процессе работы они могут немножко сместиться в эту боковую сторону. А значит возникнет люфт оси Z. Поэтому что нужно делать? Наживляете ролики. Прижимаете каретку к нашему профилю. И тогда уже хорошо закручиваете. Для того, чтобы наш ролик полностью сместился на внешнюю сторону. И в процессе работы ему уже естественно некуда было дальше двигаться. Так же поступаем и с внутренними роликами. Прижимаем каретку ближе к профилю и прикручиваем. При этом шестигранниками на внутренних колесах мы настраиваем натяжение кареток. Еще раз напомню. Профиль по оси X у нас не прикручен. Только одни каретки. Чтобы они свободно выровнялись по нашему профилю. Натяжение должно быть таким, чтобы наш ролик при усилии мог провернуться. Вот таким вот образом. Но они сильно перетянут. Если будет сильно перетянут, возникнет эффект ямы. То есть будет создаваться ощущение, как будто ролик попадает в какую-то ямку. Это происходит из-за деформации резины. Так как на роликах установлена такая достаточно жесткая резина. Но она тоже имеет возможность прогибаться. Поэтому не перетягивайте сильно ролики. Они должны быть со средним усилием прокручиваться. После настройки кареток нужно прикрутить наш профиль по оси X. С этой стороны проблем никаких. Есть два болта, которые это все фиксируют. Они в свободном доступе. С обратной же стороны нам мешает сам профиль. Так как болты прикручены вот именно с этой стороны. То есть нам придется тогда снять полностью всю каретку. И это правильно. Мы снимаем всю каретку. Наживляем только один болт. Один, ребят. Вот этот вот самый крайний. Максимально закручиваем. Так как мы знаем, что профиль препятствует нам доступу к нашему второму болту. Лучше просверлить здесь отверстие. Допустим диаметром 5 мм. В самом профиле. И через это отверстие мы сможем отверткой долезть до нашего болта. К сожалению второе отверстие мы не можем сделать. Так как оно находится не по центру профиля. А вот немножко с краю. Вот почему я вам сказал изначально прикрутить раму к нашей каретке. На один болт. Когда вы оденете эту каретку с прикрученной осью Х на одном болте на наш профиль. Подводим эту каретку к нашему отверстию, которое мы посверлили в профиле. И естественно до тех пор пока не будет соосной со вторым отверстием. Через него вставляем второй болт. И тогда можно уже вторым болтом зажать уже окончательно. Только при этом нужно выставить максимально параллельно нашему столу вот эту вот ось Х. Можно использовать тот же самый угломер. И тогда уже переходим ко второй каретке. И зажимаем ее. Все, механику мы настроили. Каретки у нас нигде не будут пережаты. Они будут идеально ходить. Но тут возникает вопрос как настроить сам червячный вал. Чтобы червячный вал легко ходил без заеданий. Некоторые ставят сюда пружинки на втулку. Некоторые ставят еще гибкую муфту. Конечно это все помогает. Но насколько качественно и долго это все будет работать. Это конечно огромный вопрос. В данном случае я буду ставить еще вторую ось Z. Точно такой же червячный вал. И здесь будут боковые нагрузки. Так как будет стоять ременная передача. Мне нужно будет установить вот такой вот подшипник. Сюда. Естественно вот эти вот все пружинки. Вот эти вот все гибкие муфты. Они будут играть в злую шутку. Поэтому лучше изначально настроить качественно. Чтобы не ставить никакие пружины. Никакие гибкие муфты. А все чтобы работало как части. И этим мы сейчас займемся. Итак друзья. Давайте определимся из чего состоит у нас ось Z. Основные элементы. Шаговый двигатель. Крепеж шагового двигателя. Муфта. Вал червячный. Латуневая втулка. И каретка. Самое интересное что каждый этот элемент может влиять на качество движения по оси Z. Многие могут посчитать что проблема только в самой втулке. Но это не так. Давайте я вам покажу на примере. Вы услышали этот щелчок. Видите как сместился наш вал. Прям к краю нашей каретки. И слышите как трется наш вал. Это значит что наш вал перекошен. То есть проблема не только во втулке. Но и в самом шаговом двигателе. Который просто установлен с перекосом. А проблема как раз заключается в этом крепежном пластиковом механизме. Сами прекрасно понимаете. Пластик недостаточно жесткий. И при боковых давлениях. Естественно происходит наклон нашего двигателя. То есть перекос. Поэтому я рекомендую полностью разобрать ось Z. И устранить постепенно каждый недочет. Только устранять мы будем снизу вверх. А не сверху вниз. Итак мы разобрали ось Z на составные. И давайте проверим каждую. Во-первых червячный вал. Насколько он ровный. Идеально ровный. Прекрасный вал. Теперь давайте проверим качество поверхности нашего шаговика. И соосность муфты. Вставляем наш вал. И зажимаем. После чего вставляем в нашу каретку. Если вы заметили. Втулочки на каретке нет. Выставляем наш вал точно по центру отверстия в каретке. После чего приподнимаем каретку. И смотрим что вал находится точно по центру. Это говорит о том что поверхность нашего шагового двигателя идеально ровная. А наш червячный вал идеально перпендикулярной поверхности. Также рекомендую прокрутить наш вал. И проверить что он идеально находится по центру. Не смещается. Это говорит о том что у нас идеальная соосность с муфтой и шаговиком. Если мы наш шаговый двигатель поставим на вот этот пластиковый крепеж. То у нас все изменится. Как вы видели в самом начале видео. У нас будет перекос. Вот такой вот. И естественно это будет влиять на качество печати. Поэтому я рекомендую отказаться от этого пластикового крепежа. И перейти например на металлический. Но самое правильное решение будет создать новый крепеж. И сейчас я вам покажу какой. Вот такую вот пластинку я сделал специально для оси Z. Она достаточно простая. Сделана на коленках без особого специального инструмента. Это сталь. Я ее купил за копейки в ближайшей мастерской. Где делают сварочные работы. У нас на районе. Здесь отверстия сделаны по 5 миллиметров. Для того чтобы был ход небольшой. И можно было естественно наш шаговый двигатель выровнять. Размеры пластины 40 на 95. Толщина 4 миллиметра. Отверстия под Т-образные гайки сверлил на расстоянии 20 миллиметров. Чтобы он точно входил в наш профиль 40 на 40. Здесь же отверстия совпадают с отверстиями на шаговом двигателе. Также сделал небольшие углубления. Чтобы все было заподлицо. Идеально становилось на наш профиль 40 на 40. После установки демпфера на оси Х у меня осталось вот таких вот два длинных болтика. Их мы будем использовать для крепления нашей пластины. Естественно нужно болты на шаговом двигателе открутить. Они слишком короткие и они нам не подходят. Хочу заметить, что пластину я на наждачной бумаге и на стекле выровнял. Чтобы она была идеально ровная. И естественно не было никаких перекосов. Одеваем наши длинные болтики по диагонали. Мы прикрутили нашу пластину к шаговому двигателю. Видите, все заподлицо. Теперь остается только ее установить на наш эндер. Когда будете закручивать Т-образные гайки, обязательно выровняйте, чтобы вал был идеально по центру нашей каретки. Все зафиксировали. Просто супер. Ну что ж, давайте проверим полученный результат. Приподнимаем каретку. И смотрим, что вал находится идеально четко по центру. Это правильное выставление нашего вала. С помощью такой пластины вы идеально можете выставить свой шаговый двигатель. Теперь установим сюда резьбовую латуневую втулочку. И будем с ней тоже делать настройки. Мы зафиксировали нашу втулочку в том положении, в котором у нас стоит вал. При этом ход вала достаточно жесткий. А он должен быть более свободным, чтобы не было никаких заеданий в процессе работы. Некоторые считают, что проблема из-за некачественной втулки. Совершенно неверно. Потому что втулка крепится к нашей каретке. И от положения каретки будет зависеть и наклон нашей втулки. Если каретка будет немножко вот так вот наклонена, естественно втулка будет немного перекошена. И наш червячный вал будет немножко заедать ее. Поэтому проблема не во втулке. Проблема в нашей каретке. Чтобы ее настроить, нам нужно открутить наш червячный вал. Видите, как сразу легко пошло. Теперь нам нужно немножко приподнять каретку по оси Z. Но приподнимайте не за шаговый двигатель. Не за профиль по оси X. А за саму каретку. Вот здесь вот внизу. Я объясню потом почему. Приподнимаем и немножко придерживаем наш червячный вал. Теперь вот такими движениями в сторону проверяем ход движения нашего вала. То есть, грубо говоря, наш вал должен описывать вот такие вот круговые движения идеально вокруг нашего отверстия. Не должно быть смещения в какую-то из сторон больше. То есть, все должно быть идеально. Внизу все хорошо. Это логично. Теперь поднимемся вверх. Приподнимаем в самый верх каретку. До самого верха. Также немножко приподнимаем наш вал. И делаем, описываем вот такой вот круг внизу. Вот так вот описываем. Видите, какое смещение? Ближе ко мне идет огромное смещение. А вот сюда немножко не хватает. Это неправильно. Поэтому происходит перекос. Поэтому происходит заедание. То есть, должно идеально вокруг нашего отверстия на равном расстоянии находиться. А у нас, видите, смещение происходит. Это исправить можно следующим образом. Так как перекос в эту сторону больше, нам нужно, естественно, раму на себя немножко развернуть. То есть, мы аккуратненько берем и чуть-чуть проворачиваем. Немножечко. Рама достаточно гибкая. И она, в принципе, поддается. Вот таким вот образом. Итак, друзья, мы с вами все выгнули как нужно. И получили идеальный результат. Если вы не хотите, например, вот так вот поджимать, то можете под втулку подложить какую-нибудь жестянку. Или немножко сточить. Но помните, что при каждой настройке каретки этот угол будет меняться. Поэтому стачивание втулки категорически неправильно. Вот такой вот результат мы получили. Вокруг нашего отверстия наш вал идеально ходит на одинаковом расстоянии. Если правильно все выставите, получите вот такой вот результат. Видите, она сама опускается. Все прокручивается. Все идеально. Теперь остается только зафиксировать наш червячный вал. И проверить уже закрепленным валом на муфте. Итак, мы собрали всю нашу ось Z. Давайте проверим ее на работоспособность. Некоторые для проверки нажимают на двигатель. Вот так вот снизу, вверху. Это неправильно. Или же, например, за ось X. Вот так вот делают. Это тоже неправильно. Заметьте, когда мы поднимаем за ось X, видите, идет прогибание нашей рамы. Поэтому, естественно, происходит перекос во втулке. И втулка не может, естественно, нормально работать. Когда мы давим, например, за шаговый двигатель, надеюсь, вам видно, да, идет тоже изгиб нашей рамы. Так как она не идеально жесткая. И происходит тоже изменение угла нашей втулки. Самое правильное проверять, это вот здесь вот. За эту часть. Вниз, вверх. Вниз, вверх. И вот, друзья, мы получили идеальный результат. Идеально настроенную ось Z. Работает все великолепно, без особых усилий. Никаких нагрузок на шаговый двигатель по оси Z у нас теперь не будет. При этом мы не используем никакие пружинки сюда, никакие муфты гибкие. Все работает как часы. Сюда мы можем поставить вот такой вот подшипник. Поставить вторую ось Z. И не бояться, что где-то будет какой-то перекос. И у нас снова будет заедание. Самое главное, все сделать правильно. Надеюсь, это видео оказалось полезным не только новичкам, но и профессионалам в области 3D-печати. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, потому что в дальнейшем у нас еще будет очень много интересных видео с Эндером. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Дальше будет очень много интересных видео обзоров, так как я с Китая заказал всяких разных прибамбасов для Эндера. И мы все это будем тестировать на нашем тестовом образце Эндер 3. Кстати, хочу сказать тем, кто переживает за восстановление Эндера. Китайцы отписались и пришлют мне материнскую плату. Еее! Так что, друзья, это круто. Гарантия все-таки делает свое дело. И спасибо огромное магазину GearBet за это. А старую плату от Эндера 3 попробуем примастырить сюда, на сверлильный станок. Сюда докуплю еще координатный стул и попробуем сделать небольшой ЧПУшный станочек. Так что, с вами был Макс. До новых встреч. Пока!